приветствую вас друзья на канале про вейпинг добрый дядька в эфире и сегодня у нас от компания the weekend таких вот три их новинки под wonderful last light что это такое соответственно маленькие подики на картриджах не на испарителях испарителей пока в россии я не нашел ну точнее не испарители картриджи поэтому ну давайте разбирать то что есть ну давайте так устройство заслуживают внимание в формате что оно довольно таки интересное неплохое у нее емкий аккумулятор вы видите соответственно никаких кнопок нету ладно давайте полка по упаковке здесь два мешку ил пода микро юсб но такая вот история 2 миллилитра емкость картриджа и 1000 миллиампер батареечка это то что нам производитель сказал как она издали не сима другие коробки то соответственно видим что на лицевой стороне цвет устройства присутствует в том виде в котором вы найдете в коробке далее здесь штрих-код здесь у соответственно комплектация стрейч-код так далее далее открывается лавчик просто перед нами предстоит патчпорт на английском языке плюс китайском может быть японском а тут еще и немецкий в общем ребята почти постарались даже турецкий но русского нет ну да ладно что у нас коробочки вот здесь такая наклеечка далее под два картриджа один достану они одинаковые поэтому особого внимания не вижу на них останавливаться и доп по допам ну тут ожидаемо мы найдем и usb кабель и плюс фирменный шнурок то есть вы можете ваш вандафул ласт повесить на шею и с ним гордо ходить какое-то время а можете и всегда так соответственно картридж вставляется довольно таки с усилием здесь мы видим соответственно отверстие для шнурка здесь воздуховод раз два здесь у нас micro usb ну вроде как уже тайп си везде у нас ну вот ребята из адвк на решили сделать микро usb далее ток зарядки 0 8 ампер при емкости батареи в 2000 миллиампер что в принципе нормальный показатель а вот емкость картриджа в 2 миллилитра ну на мой взгляд немножечко маловато размера 80 на 21 на 21 естественно все защиты есть и плюс один всего лишь режим работы это паула вот этот вот цвет в данном случае мне нравится больше потому что он матовый два других пришли нам в глянце но в принципе если вот так всматриваться разница между ними небольшая но зачем ребята из конца чем глянец ну это выглядит может быть красиво но вот они у меня в руках были и все они все залапаны и это просто боль перфекциониста ну вот очень большая боль по вкусу в принципе все довольно таки хорошо здесь у нас как я сказал присутствует датчик затяжки он немножечко приподнят поэтому есть вариант что жидкость то не попадет ну и вообще картриджа не особо течь не любят хотя допустим заправка здесь с нижняя и если вы нечаянно не до конца ставите соответственно резиновое уплотнение то жидкость может соответственно проникнуть сюда и может боевало быть вашему девайсе форму у него довольно таки картриджа сложная ну и самого устройства да если мы посмотрим видите какие-то грани такие неровные плюс еще здесь вставочка ну то есть если обратную часть вот так сразу смотреть то все будет хорошо индикации зарядки есть они горят разными цветами поэтому здесь в принципе все хорошо вообще довольно таки интересный подик вопрос там лишь бы в нашу страну поступили бы они в широкую продажу но это как опять-таки китайцы договорятся с нашими крупными дистрибьюторами если договорятся то вполне себе все хорошо они будут если нет то а ляулю купили выпарили и до свидания через vpn как там ищите на алиэкспрессе где-то их в общем заказывайте но мое мнение если если расходные материалы будут в россии то это довольно таки интересный представитель хотя я бы лучше все таки вот если брал бы то брал бы такой вот матовый потому что мы все таки во первых это не будет блестяшка на шее во вторых это будет все-таки менее скажем так за за залапываемый под вот так что вы думаете пожалуйста комментарии обзор можете прочитать на нашем сайте провайпинг точка ру для вас вещал добрый дядька желаю вам удачи добра бобра и вкусного пара пока а